Добрый день, меня зовут Алена. Я учусь на первом курсе на экстратуре Московского психолого-педагогического института. Сегодня я хочу принять участие в конкурсе «От студента к студенту. Лайфхаки для онлайн-образования». Я выбрала номинацию «Чем заняться после учёбы? Возможности досуга для студента». Мы все прекрасно понимаем, что начавшаяся в 2019 году пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь. Зато появилось много новых возможностей, и нам, студентам, хочется провести нашу студенческую жизнь незабываемо. Одним из ярких впечатлений в студенческой жизни, несомненно, являются путешествия. Поэтому при переходе музеев, театров, экскурсии разных стран в цифровое пространство у нас появилась возможность путешествовать, не выходя из дома. Итак, давайте начнём с самого близкого к нам. Каждый желающий может зайти на страничку московского зоопарка, выбрать животное, за которым вы хотели бы понаблюдать. Кормление, купание, сон. Также можно почитать о каждом животном или послушать аудиоинформацию. Ещё в тему животного мира компания Google выпустила интересную функцию. Животные в дополненной реальности. Животные 3D в Google. Всё, что вам потребуется, это iPhone с iOS 11 и новее, а также поисковик Google. Открывайте поисковую строку и пишите название животного, которое хотите посмотреть в дополненной реальности. Например, ёж. Пролистните чуть ниже и нажмите кнопку «Смотреть в 3D». Через несколько секунд откроется камера iPhone, и вы увидите 3D ежа или другое животное прямо на своей кровати, полу или диване. В зависимости от того, куда вы направили камеру. И вот у вас на диване уже сидит живой тигр или в ванной плавает акула. Поехали дальше. Очень хочется увидеть как можно больше достопримечательностей мира. Но сейчас большинство границ разных стран закрыты для въезда и выезда. Поэтому сейчас есть возможность путешествовать, не выходя из дома. Для этого я рекомендую вам Google Arts and Culture. Здесь вы можете путешествовать по странам, посещать музеи, парки, узнавать историю разных уголков Земли. Ну или потрясающий проект российской команды AirPano. Панорамы или скорее целые воздушные экскурсии по красоте и качеству отснятого материала легко дадут фору Google и Яндексу. Съемки ведутся буквально со всего, что может летать. От самолетов и воздушных шаров до дирижаблей и радиоуправляемых дронов. Сейчас на сайте около 2000 панорам из самых живописных уголков мира. Уже посмотрели все сайты с путешествиями? Ну хорошо, давайте отправимся туда, куда будет сложно добраться даже после открытия границ между странами. В космос! Предлагаю вам посмотреть съемку с веб-камеры, установленной на Международной космической станции. Веб-камера на Международной космической станции ведет трансляцию в прямом эфире mks.space, как если бы она находилась где-то совсем близко. Здесь трансляции идут с нескольких камер. Вы можете сами выбрать наиболее интересный ракурс. Итак, дорогие друзья, переход в цифровое пространство дал нам большие возможности для времяпрепровождения. Это онлайн-путешествие, удаленная работа, большой выбор доставок и изучение иностранных языков, не выходя из дома. Пользуйтесь этим, но и не забывайте выходить на свежий воздух, ведь это так прекрасно!